Довольно-таки часто мне приходится слышать восхищение относительно Покровского храма на территории, прилегающей к заводу управления Сипр-Бурмаша. В связи с этим, у меня возникла идея сделать краткий экшен-видеообзор таковой. Итак, на трамвае мы доезжаем до остановки Покровский храм. И перед нами, как в сказке, направо бывший химкомбинат, прямо промзона и Черкизова, а налево Александровский парк с Покровским храмом. Начнем мы свое движение, следуя маршруту по часовой стрелке. Итак, сразу слева мы видим что-то вроде исторического уголка, где на гранитных плитах прописаны фамилии создателей и ветеранов завода. Неплохо для начала. В темное время суток здесь красивые световые иллюминации. И я хочу сразу успокоить всех, что никакой критики с моей стороны излагаться не будет, но разве что в отдельных, непонятных моментах, которые, на мой взгляд, не особо гармонично уживаются в общем ансамбле Покровского храма. И вот он первый такой момент. Фигура, которая для меня показалась очень странной. По всем признакам она имеет самое отдаленное отношение к православию. Но, видимо, архитектор не стал особо заморачиваться. Поехали дальше. Немного нарушив часовой ход, мы делаем поворот направо, где перед нами предстает интересная композиция скульптур. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что эта эффектная дама Пушкинской эпохи не что иное, как Татьяна Ларина. Надписи я не обнаружил. Ну, а рядом гордо стоит сам Александр Сергеевич Пушкин. В принципе, все объяснимо. Сад Александровский, а потому Пушкин здесь как раз в тему. Тут все вроде как понятно. Небольшая часовня. Для тех, кто не в курсе, в часовне читаются молитвы по определенным часам. И там нет настоятеля и алтаря. Там не служатся литургии. Часовня, как правило, подчиняется одной из ближайших церквей. Перед нами предстоит главная шемчужина Покровский храм. Говорят, что строился он на добровольные пожертвования. Слово «добровольные» лично я ставлю под большое сомнение. Но да бог с ним, главное, храм есть, и он остается людям. Я помню, как некоторое время назад служил в этом храме протеерей Вячеслав Трубин. За ним потянулась огромная паства прихожан, что говорит об огромном его авторитете. Как дела обстоят с прихожанами сегодня, я не могу сказать. Справа мы видим сооружение, напоминающее большую купель, где по замыслу всегда должна циркулировать освещенная вода. Лично мне нравится такой подход. Вокруг купели множество фигур ветхозаветных персонажей. Возможно, что это и лишнее, но не мне судить. Чуть левее, напротив главного символа храма, скульптуры Богородицы, мы вновь наблюдаем непонятную по смысловому содержанию фигуру. К православию она не имеет никакого отношения. Лично мне видится здесь рука Ватикана. Для себя я так и не смог найти ответа, зачем она здесь. Возвращаемся к скульптуре Богородицы с покрывалом, символизирующей покров. Сама композиция по кругу улеплена фигурками архангелов. Что за металл, я не готов сказать, но стоит это, несомненно, очень дорого. С левого фланга храма затихарилась еще одна скульптура непонятного происхождения и слабо приближенного к основной теме. По мне так она вообще никак не вяжется ни с православием, ни с покровом Богородицы. Если это святая, то зачем ей грибы в лукошке? Вообще у меня начинает укрепляться ощущение, что автор всех этих архитектурных соседств, мягко говоря, до конца не понимал, чего он хотел показать. Возможно, что со вкусом у него было не все так просто. Далее мы движемся к крыльцу храма, и я искренне восхищаюсь коваными прутями на крыльце. Это настоящее произведение искусств. Снова по часовой стрелке огибаем храм, и пред нами адресная табличка о духовной принадлежности такового. Идем дальше. И тут мы видим статую архангела Гавриила, покрытую под золото краской. Ну, не знаю, не знаю, но мне архангел Гавриил представляется несколько иначе. Продолжаем двигаться на северо-восток. И вот тут открывается целый арсенал скульптур и композиций. И вот с самого этого места я начинаю потихоньку впадать в ступор. Это храм или исторический музей? Не знаю, допустимо ли нахождение макетов орудия на территории храма. Однако очень порадовала надпись о происхождении города. Она очень точна, и по историческому содержанию мне нет той формулировки «Город Бийск был основан по одноименному указу Петра I». Вот он перед вами сей указ. И где сказано про город? Лично я не терплю искажений в формулировках. Композиция, где Иисус Христос как бы стоит на земном шаре, смотрится очень помпесно. И вокруг ее мы можем наблюдать и княгиню Ольгу, и Александра Невского, и, по-моему, князя Владимира. Внушительная скульптура, изображающая Иоанна Крестителя Предтечу. Далее не менее величественная статуя святого великомученика Пантелимона-Целителя. Проходим мимо него, и снова историческая композиция Петра I и Пушки. Ну куда же без них? А за ограждениями, по ступенькам вниз, расположена детская площадка. Я восхищен. Очень полезное сооружение и весьма кстати, когда прихожане могут оставить своих деток именно тут, в ожидании службы или таинства крещения. А мы возвращаемся назад, соблюдая движение по часовой стрелке. Вот мы видим святого Николая Чудотворца Мерликийского. Красиво. А вот эта стена меня немного смутила своим содержанием, которое резко изменило главную тематику православия на историческую. Тут и герои Былин, и войско Ермака, и... Но к стене мы еще вернемся, а пока прошу обратить внимание на фигуру Андрея Первозванного. Сложно сказать, насколько образ соответствует настоящему, но мне почему-то он больше напоминает римский стиль. Ощущение, что архитектор был вдохновлен Ватиканом. Чтобы не быть голословным, я начинаю гуглить, и вот он ответ. Большинство фигур слизаны со скульптур собора Святого Петра в Ватикане. Если я не прав, посмотрите сами. Даже не берусь сие озвучивать, потому как это только мои наблюдения. Для меня же главное – это алтарь. Как говорится, где алтарь, там и Иерусалим. По всей вероятности, архитектор под впечатлением красоты и величия католических извояний не мог себе отказать в повторе таковых, но уже на территории Русской Православной Церкви. И снова стена. Мы видим канонизированную семью последнего императора Руси, Нуколая II. Ну что сказать, красиво, впечатляет. И снова возвращаемся к стене. Дальнейшее изображение я даже не пытаюсь разгадать. Тут и императорское общество, и непонятно, с какой целью герои картинки гражданской войны. Не скрою, мне непонятен смысл пребывания таковых на территории храма. Насколько я знаю историю, в России в те годы активно боролись с религией. В общем, солянка получилась разномастной. А перед стеной мы видим композицию святые Пётр и Феврония. Символично для венчающихся. Отходим обратно к храму, и тут новая композиция. Главные – евангелисты. Мысли о стоимости таковой уже не донимают. Начинаю привыкать. Ближе к трапезной скромненько расположилась скульптура «Дети войны». Ладно, пусть будем считать, что это храм исторический. Возвращаемся к храму. Видим композицию «Святая Троица». С левого фланга храма – статуя архангела Михаила. Как и с архангелом Гавриилом, я иначе представлял главного архистратика всех сил небесных. Настойчиво заявляет о себе католический стиль. И вот перед нами снова фигура с символичным названием «Весна». С этого момента я перестаю заострять внимание на таковых. Давайте будем просто молча созерцать, не выражая мысли вслух. Выпадая из территории храма, мы перемещаемся на юго-запад. И вот уже напротив главной проходной завода управления, что мы видим. Тут и Калашников, и Шукшин, и Евдокимов, и меценаты Морозовы, и прочие конструкторы военной промышленности. А с краешку сиротливо стесняется фигура, явно выражающая христианскую тему. Пропустив отдельные фигуры, мы направляемся к интересному зданию, которое внешне напоминает огромный купол. Что там внутри, я не готов ответить. Может, крестильня, а может, церковная лавка. Но мой обзор не был бы полным, если бы я не показал внутренности самого храма. Скажу только одно. Стразы. Ох уж эти стразы. В свое время здесь исповедовались и причащались ученики православной школы под духовным началом Протеерея Вячеслава. Чуть позже на территории самой школы был переоборудован огромный зал под прекрасный храм во имя апостола Иоанна Богослова. И дети этой школы навсегда забыли дорогу в Покровский храм. Где алтарь, там Иерусалим. Шепчу сам себе и давлю некоторый ропот. При любом раскладе я хочу сказать огромное спасибо покойному Александру Яковлевичу за организацию строительства этого храма. Как бы там ни было, им двигали благие намерения. Да упокоится душа его. Уверен, что несмотря на отдельные нестыковки, в конфессионном оформлении храм есть. Ну а все эти моменты архитектурной солянки, ну пускай они радуют безграмотных зевак и беспринципных туристов. Для них же что главное? Чтобы блестело.